Всем привет! Сегодня у нас в гостях Олег Двуреченский. Поговорим мы про археологию, про востоковедение и эллинизм. Это всё у нас в одном слито, потому что Олег и его товарищи все вместе копают на одном очень знаковом памятнике, который все данные категории, о которых я упомянул, вместе соединяет. Правильно я говорю? Нигде не ошибся? Нет. Привет, во-первых. Здорово. Ну, для начала надо сказать, что руководителем всех этих работ является Нигура Двуреченская, она начальник, а я всего лишь так. Муж. Нет, нет, нет. Я начальник транспортного центра. О! Это первое. По родственным связям? По родственным связям. Ну, везде у нас Блад. Домство. И он тоже. Значит, конечно, ситуация сложнее. Мы заканчивали Ташкентский Госуниверситет. Это кафедра археологии, которая занималась изучением восточных древностей. Надо понять, что Советский Союз был настолько крутой, что у нас на кафедре учились студенты из Соединённых Штатов Америки. Если хотел изучать восточные эллинистические, например, древности, где ещё могли учиться студенты из США? Ну, разве что в США. Да. Ну, это уже провинция. Да. Я думаю, что по отношению к восточной археологии, конечно, провинция. Вот. И кафедра была настолько мощной, что ежегодно она выпускала порядка от 25 до 75 человек, причём включая местные кадры, которые были в очень большом количестве. Они и шли все, разумеется, не только в археологию. Вы представляете, масштаб исследований. Одновременно существовало сотни экспедиций, которые покрывали не только Среднюю Азию, не только Казахстан, но ещё выпускали студентов иностранных. Это был Иран, это был Афганистан, это фактически всё союзное к нам, вся Азия и Африка в том числе. То есть масштаб, такое промышленное производство учёных. А для чего вообще это было нужно, по большому счёту? Надо вспомнить, что вообще-то университет назывался имени Ленина. Именно Владимир Ильич Ленин создал, посчитал нужным, как бы сейчас сказали, для вот этих вот, в кавычках, «чурок» создать университет. Вообще, на самом деле, университет был огромезным. Крупнейшие исследования в астрономии, огромные, лучшие на тот период высокогорные обсерватории. Сами знаете, что это. Огромные. Слушайте, но астрономия в данных краях развивается вообще очень давно. И ещё с арабских времён там всё любят смотреть на звёзды. Собственные исследования обсерватории у Лукбека проводили, как ни странно, археологи нашей школы. И кто её не видел, съездите в Самарканд посмотреть. Но! Сейчас бы хотелось сказать о том, что после развала Советского Союза больше нет этой кафедры. На самом деле, и Московский этот университет выпускает в час по чайной ложке археологов. Да и вообще, по большому счёту, вот, для примера, крупнейший центр исследований Востока и вообще эллинизма, и вообще вот восточной истории или археологии, Франция безусловно, в Сирии, вот она, допустим, до развала Советского Союза издавала ежегодно, начиная с послевоенных и довоенных времён, четыре журнала крупных, толстых ежегодно. Так точно. Потом, журнал «Сирия» назывался, «Сурия», потом, постепенно, год за годом, свелось всё к одному журналу, потом к одному, условно говоря, в три-четыре года, ну, а потом война и больше нет французской миссии ни в Сирии, ни в Ираке и нигде. И наша российская миссия, по большому счёту, тоже закончилась, ну, развал Советского Союза закончилась. И что вы думаете, всю эту благословенную нашу братскую Среднюю Азию заполонили французы, американцы, китайцы, японцы, чехи, поляки, немцы. С англичанами хуже. Я вот не помню, были там англичане или нет. Но, по большому счёту, как это всё преподносилось? Ну, варварские русские археологи, а вот мы теперь сейчас всё сделаем. Как надо, правильно сделаем. Как надо. Причём, выдающиеся исследователи, которые работали в Москве, они возмущались, писали, вы что делаете? Вы просто передираете наши диссертации, которые писались в Советском Союзе, и даже не ссылаетесь на них. Вот так уничтожалось великое восточное востоковедение, русское востоковедение. Оно русское, оно ещё досоветское. Так оно уничтожалось. И оно уничтожалось, по большому счёту, все эти годы. За последнее время осталось 2-3 экспедиции. Причём, когда я говорю 2-3, это, по большому счёту, одна из них наша, которая долгое время существовала за счёт финансирования нашей семьи. А так это, безусловно, Эрмитаж. Безусловно. Новосибирск. Ну, и вот сейчас немножко Музей Востока начинает возвращаться. Всё. Хотелось бы крикнуть про Музей Востока. Да. Музей Востока, конечно, именно эта организация долгое время была таким флагманом. Вот. Ну, и Институт археологии, конечно. Ну, вот как могли, помогали. Потом вообще перестало помогать. Сейчас гранты стали давать более или менее, даже помощь какую-то оказывать. Стало полегче. Действительно полегче. Но ещё это совершенно далеко. Но на самом деле у нас всё, что ты сейчас сказал, оно просто зеркально отражается, например, на питерском ИСТФАКе, который теперь никакой не ИСТФАК, а Институт истории и философии. Вот у нас прямо сейчас там группа товарищей студентов со страшной силой со всех сторон бьёт тревогу, потому что там сокращаются часы спецкурсов, сокращаются преподавательские ставки. То есть он превращается, в общем-то, уже с изуродованного нечто, вот этого, когда это стал не ИСТФАК, а какой-то институт какой-то истории, какой-то философии вместе, вот он вообще в нечто номинальное превращается. Вот прямо сейчас. Вот пока мы сейчас с тобой разговариваем, вот это происходит у нас там на Меделеевской линии. А ведь ИСТФАК ЛГУ – это был самым сильным гуманитарным центром, считался в Советском Совете. Так точно. Ну, наверное, ещё восточный факультет наш, но и ИСТФАК ЛГУ однозначно тоже. А для чего вообще, кто-то скажет, ну и зачем ваша вся эта археология восточная и прочее, и прочее, и зачем, нам свою бы изучать? Ну, это вот сужение, когда цивилизация начинает сужаться, это первый признак тому, что она либо болеет, либо идёт к своему какому-то плохому, плачевному состоянию. Что-то американцы снимают исторические фильмы. И им всё надо. И им всё надо, да. Они, понимаешь, почему-то там лазают во все части мира и пытаются… Кто владеет историей, прошлым, тот более или менее внятно может говорить о будущем. Хотя бы рисовать свою, навязывать свою концепцию этого прошлого, чтобы люди все сидели… Нам же потом расскажут про нашего викинга. Вот Клим уже имел возможность на полтора миллиона или на сколько там просмотров… Три с половиной. Три с половиной. На три с половиной миллионов он сумел рассказать людям. Я не уверен, вообще больше посмотрели в кинотеатрах? Ну, в кинотеатре посмотрели шесть с половиной миллионов, нас – три с половиной. Ну, ещё Бэт Камидин там. Или он ничего не добавил. Он добавил, ещё как. У него больше просмотров. Понятно. Его-то смотрели точно больше, чем в кино. Понятно. Так вот, кто нам нарисует наше прошлое? А ведь как интересно, ведь они же нам нарисуют прошлое про всё. Тем более, что зачастую финансируют люди… Это не советская наука – знать ради знания, для того, чтобы понимать наше прошлое. Нет, там зачастую это выглядит очень ангажированно. Вот даже самый простой пример. Немецкая археологическая миссия, историческая наука, навязала целый спектр мнений об античном обществе. Вот, допустим, с этой Гомосятины. Очень много интерпретаций было навязано немецкой историографии. Потом, в последнее время, стали появляться статьи, что очень много интерпретаций. Конечно. А мы живём в этом мире. То есть, говоришь «античность», подразумеваешь… Конечно, не все, но большинство из ЛГБТ. Получается, что политика лезет вовсюда. Она лезет и в прошлое. Если вы присмотритесь… Давайте им ответ Керзона устроим. Я, например, считаю, что эллинизм, античная цивилизация… Есть такие реперы. Смотрите, был первобытный коммунитаризм. Он худо-бедно, наиболее гармонично вылился в античное общество. С античными демократией. И более-менее реализовал гражданские те самые свободы. Юриспруденцию, науки, знания. В конце концов, мыться людей заставил более-менее нормально. Я думал баню. Вот эти первые бани – это было сначала неприличное место, но потом… Конечно. Это клуб был. Да. Клуб. Во всех смыслах клуб. Да. Почитать можно было в том числе. Библиотека была. И не только почитать. И не только. Но ведь, смотрите, первобытный коммунитаризм, мы всегда апеллируем. Вот он, смотрите, происхождение человека. Мы жили в таком миру, где люди, в принципе, не только друг друга по башке били и ели, но еще и взаимопомощь, взаимовыручка, поддержка внутри своего маленького, пускай, коллектива. Потом античная демократия. А потом следующий рывок – это, извините, возрождение. Возрождают что? Вот то. А потом следующий рывок – просвещение. Потом следующий рывок – модернизм и советский проект. Вот такие вот точечки, опорные пункты. И мы видим, как вот сквозь историческую судьбу человечества проходит вот это вот. Человек это звучит гордо, учение о равенстве всех людей – гомоноя, которое появилось во время… Гомоноя, не путать не будем, да? Это не то, что вы подумали. Пишется похожее, но смысл категорический. В общем, учение о равенстве всех людей, зародившиеся понятия как раз в эпоху Александра Великого или Македонского, как мы знаем. Оказывается, наш советский красный проект, он ведь опирается не только на нашу русскую цивилизацию, не только на какие-то местечковые вещи. У него есть очень глубокий, серьезный бэкграунд. Он же универсальный проект. Да. Об этом, собственно, и была его сила в том, что он универсальный, а не местечковый проект. И вот когда мы отказываемся от понимания того самого прошлого, через какие этапы прошло человечество? И вот сейчас я хочу поговорить, да немножко большая вводная, чтобы люди понимали, в каком мы все состоянии сейчас оказались, почему надо изучать. А теперь перейдем, почему восточный Ленин. Да дело в том, что… Сначала нужно сказать, где конкретно Олег Копает и Негора, где Копает. Это памятник называется Узундара. Мы его преступно не озвучили в данном ролике, а вот теперь я это исправляю. Узундара – это граница Узбекистана и Афганистана, правильно? Это граница, на самом деле, это рядом там, да. Это в 90 километрах в горной цепи между Туркменией и Узбекистаном вот проходит эта граница, она фактически северная часть. Это Бактрия. Бактрия, да. Северная граница Бактрии. Но важно другое, что ведь сам по себе памятник выбирается археологам не просто так. Есть люди, которые просто вот накопай. Ну, прикольно, интересно, он исследует. Есть люди, которые идут от общего к частному, есть кто идет от частного к общему. У нас была задача, прежде всего у Негоры Двореченской, это попытаться разобраться с тем, что же такое восточный эллинизм. Ведь долгое время вообще никто не признавал, просто говорили, греческий миф, бактрийский миф. Ну, нет ничего. Мы читаем в летописях о том, что там театры были. Где театры? В Пакистане, в Афганистане были какие-то… Афганцы – знатные театралы. Театралы. Причем размеры театров были такие, храмы стояли, полестры, где люди занимались вполне себе. Полисы греческие были. Елки-палки, мы все это читаем, и в голове у многих не укладывается – где? В Афганистане? Это вот где вот… Мадзахеды? Да. Вот это все? Зачем? Не может быть. А как они вообще туда дошли? А что, оказывается, мир когда-то был вот такой? Т.е. не только вот есть цивилизованный Запад и Чуркестан. Оказывается, собственно, расцвет культуры порой происходил, когда соединилась Европа и Азия. На синтезе. И это был Александр Великий. Он создал эту империю, но представить ее, кроме как в письменных документах, зачастую археологи не могут. Почему? Потому что, понятно, там в Македонии можно копать, но там мы видим все-таки то, из чего ушло. Классическая Греция. Да. Ну, не совсем, потому что Македония – это не совсем… Не, ну, понятно. Это же за Фессалией получается вообще. Да, да. А вот империя эта гигантская, которая реально создала… Все говорят, ой, он умер, и все развалилось. Ребят, оно, конечно… Политическое общество развалилось, безусловно. Но это был колоссальный социальный, культурный, научный, человеческий рывок в истории человечества. Ну, уж давайте так, по-хорошему говоря, христианство появилось только потому, что в свое время Иудею завоевали селевкиды и принесли с собой какой-то гигантский сплав абсолютно чуждых для данной территории культур, которые слились в нечто… Ну, что теперь, в общем-то, дало некое объединяющее культурное общее всему миру фактически, потому что, как ни крути, европейская культура – она христианская, а родилась она именно там. Но при этом надо понять, что предтеча Великой Римской империи, конечно, это был вот этот эллинизм. И крупнейшей империей – это была империя селевкидов. Надо вот на секундочку себе представьте, что образ Христа и образ Будды, которого мы воспринимаем на иконах, они есть производные от иконографии, от тех канонов, которые были разработаны в том числе в Толемейском Египте, в Селевкидской Сирии и Азии, где для буддистов греки придумали Будду, а для будущих христиан те же самые греки придумали образ Христа. И все это базировалось на иконографическом образе Аполлона. И это я вам не сказки рассказываю, это историографически известное явление и в историографии, и уже доказанное. Представляете себе, мир, где, с одной стороны, люди разговаривают с буддистами, с растрийцами. Не всегда мирно. Ну, как получится. Как получится. С другой стороны, они общаются, по большому счету, вот до уровня Испании доходят через какие-то эллинизированные государства. Египет. Все это перерабатывается. И происходит вот этот уникальный синтез. Ну, хорошо, мы это читаем. Фантазируем. Иногда прям вот рисуем фантастические картинки. А в реальности как? Археолог может только это показать. Елки-палки, вы представьте себе, что самые главные города Востока, зачастую, это города, возникшие на территории Селевки, Парфии и Верикобактрии. Но там культурный слой так быстро нарастает, что берете, допустим, город Самарканд. Вы представляете, там, я не знаю, 30 метров слоя культурного. Вы пока его докопаете туда, то есть шурф, который вы заложили наверху, допустим, там, 10 на 20 метров. Когда вы дойдете до греческих слоев, у вас там площадь шурфа, которую вы скрываете, будет уровень метр на метр. Что вы там увидите? Какие театры? Вы ничего не увидите. Повезло французской миссии в Афганистане. Они раскопали город Айханум. И на этом все закончилось, по большому счету. Какой город? Айханум. Чисто греческий город, стоящий на пянже с афганской стороны напротив Советского Союза. Шикарный город с театрами, с полестрами. Все это было раскопано в малой части. Потом началась война, и на этом все закончилось. Потом американские господа и товарищи бомбили очень сильно именно это городище, когда пытались талибов выдавить. Ну, неважно. Вот они раскопали его. И как бы мираж вот этот бактрийский, он развеялся, потому что все увидели, действительно стоят скульптуры, стоят храмы. Греция. Но она необычная. Она вместила в себя всю Евразию. Всю. На этом все закончилось. Шурфы какие-то, какие-то комплексы. И мы задумали о том, что... Я уже рассказал в начале, что археологическая миссия сворачивается. Французы изучают там Афросиап, копают, но как-то все это очень скомканно. Нет результата. И вот представьте себе в горах. Город Двуреченская на УАЗике. Вместе с вашей покорной слугой обнаруживают раннеизвестную гипотетическую крепость. Она была даже нарисована, но никто на ней не работал, не копал, ни разу землю, ни лопату не воткнул. И материальную культуру с нее никто не собрал. Но увидели крепость в горах на высоте 2000 метров. И когда мы ее увидели, мы поняли, черт возьми, перед нами просто стоят стены. Начни копать. Высота стен достигает от 3 до 6 метров. Это чисто гарнизонная пограничная крепость. Сколько? 4 гектара, кажется, да? 1,2 гектара площадью. Цитадель. Цитадель. Цитадель, она на самом деле и сама крепость. Но мы, кроме того, обнаружили, что по всем горам от, условно говоря, на 90 километров до реки идут цепочки крепостных стен, которые являются великой бактрийской стеной. То есть, собственно, вот эти великие мыслители Селивкидской империи, они понимали, что оазисы надо обнести как великой китайской стеной и сетью крепостей. А самое главное, чтобы ограничить их от кочевников казахстанских, грубо говоря. Ну, тогда не было, конечно, Казахстана. И когда мы все это увидели, мы онемели. Потому что, а, нет никаких культурных слоев 30 метров над этим. Все как яичко лежит. То есть, оно законсервировано. Полностью. Вот она погибла, как она погибла, так и стоит. И мы поняли, что это сенсация мирового уровня. ЮНЕСКО уже сразу этим заинтересовалась. И мы просто долгое время не могли убедить наши фонды и прочее, чтобы нас просто начали финансировать. И мы увидели воинов. Их быт. Их жизнь. У нас только одна нумизматическая коллекция восточно-релистическая крупнее, чем в британском нумизматическом кабинете. Ничего себе. Да. Вот. Это цифры. Они копали 10 лет Айханум. Мы за три года вплотную подошли к коллекции нумизматики. А она самая лучшая. Дело в том, что бактрийская и селевкийская нумизматика считаются по медалевному искусству вершиной эллинистического мира вообще. Да, разумеется. Там таких красивых монет больше не было. Никогда, наверное. Дело даже не... Красивые, информативные, всё вместе. Дело в том, что говорили о том, что мы вдруг ни с того ни сего раскопали всю цитадель и мы обнаружили. А. Что монетное вращение в те времена было такого уровня, что пучок зелени покупали за деньги. Я думаю, Климс может объяснить, какую важность это играет. Потому, что все говорили, что была дикость, воровство и натуральный обмен. А грека здесь вообще не было. Ну, это вообще, конечно, сенсационно. Просто почему? Потому, что что такое деньги? Деньги – это товар, как известно, особого рода с абсолютной ликвидностью. А значит, что если у вас есть достаточная монетарная масса, которая может обеспечить, ну, хорошо, не все, но большинство торговых операций, значит, у вас торговые операции делаются универсальными. И, грубо говоря, у вас деньги, потраченные где-нибудь в Александрии Египетской, они могут оказаться, деньги или, наоборот, товары, могут оказаться через цепочку этого монетарного обмена. Вон там, в Узбекистане. Это, честно говоря, было… Ну, я понимаю, когда люди там рассматривают тетра-драхмы, драхмы, серебро, а мы начали находить демихалки. Ну, это вот как пула, говоря московским языком. Это маленькие медные, там, самые мелкие монеты, фактически, на которые действительно можно купить булочку. То есть, даже мы этого неожиданим. Мы нашли рыночную площадь, где рвелся этим обменом. Мы нашли десятки этих монет и стали понимать, что… Да, мы понимали, как устроен гарнизон. Есть крепость, есть цитадель, филакторион, фрурионская крепость сама, и мы нашли торговую площадь. Мы начали понимать, что вокруг нас цепочка крепостных стен. Мы начали понимать, что перед нами впервые в истории, по большому счету человечества, работали не люди, которые прокладывали границу. А по реке Барин проложи, потому что это еще нам деды завещали, здесь мы по традиции делаем. Нет, там работали военные топографы. Ну, то есть, они делали нивелировку гор. Они просто фактически провели, не знаю, ну, разумеется, глазомерную съемку. Но они так заложили свои отрезки фортификационных стен на протяжении многих десятков километров, что, когда ты это видишь, ты понимаешь, вот так действовали русские офицеры, когда завоевывали Среднюю Азию, когда закладывали там те самые укрепрайоны. Это было поразительно. То есть, к такому вернулись только в 18-19 веке. Это беспрецедентный результат. Но самое главное, 120 лет шли споры, где граница той самой Бактрии. Так вот она. Так мы ее просто, нам не надо ее доказывать, вот она стоит в камне. Мы увидели фактически крепость, гарнизон. Мы раскопали цитадель. Мы понимаем, как они жили. Мы понимаем, что это погранзастава, что они отправляли наряды. Но мы до прошлого года думали, что там не было ничего такого пафосного. Ну, то есть, это нормальные, здоровые мужики. Значит, пьют вино. Едят баранину. Зеленушечку, наверное, какую-нибудь. Женщин не особо. Суровые условия жизни. Ну, и это легковооруженные воины. Потому, что им по горам бегать, там про щеки дать, стрелами стрелять. Потому, что это не основное войско. Если что, они через сеть сигнальных огней передадут, и уже с долины придут нормально. Но в прошлом году мы нашли склад оружия. Склад оружия. Именно склад оружия. А сколько там человек вообще было? Что это такое? Ну, условно, полтора гектара. Сколько там народу проживало на постоянной основе? Я думаю, не менее двухсот человек. Это довольно крупные... Ну, это да. Это усиленные... Две роты, считай. Да. Но это надо понять. Что основная функция... То есть, они уходили в наряды. На эти отрезки стен. Причем, мы нашли не просто отрезки стен. Мы нашли пересекаемую сеть башен, с которой можно было подавать сигнал. Причем, одну башню можно увидеть только с одного места. А для того, чтобы понять, как выстроена вся система, надо было пройти на такую ответственную скалу с другой стороны. И думаешь, вот эту башню можно было увидеть только оттуда. Идешь туда, елки-палки, стоит еще одна башня. И ты понимаешь, как они мыслили. То есть, перед тобой действительно грандиозный такой вот замысел в эпохе сына Селевка Антиоха, который все вот это задумал. И он, вообще-то, как великий градостроитель Средней Азии, он обнес Мерв Маргиану крепостной стеной. Нечто подобное он сделал вокруг Самарканда. Он, получается, обнес, как мы сейчас, наверное, предполагаем. Мы, знаешь, нашли только один отрезок стены. Там нужно еще искать по другим горам продолжение. Но он обнес всю Бактрию. Он, фактически, делал оазисы, обнесенные крепостными стенами. И это служилые люди, это армия, это население, это продовольство питали. Мы просто были потрясены тем, что такого масштаба градостроительная деятельность, ну, она разве что сопоставима только, действительно, с 18-м. Ну, может быть, вот так в горах. Ну, не знаю, может быть, и есть что-то для 16-го засечные черты наши. Это все-таки попроще. Мне кажется, проще. Во-первых, это наравнение, а во-вторых, это низ камня. Колоссальная вещь. То есть, перед нами оказалась вот такая картина. Ну, хорошо. Это я сейчас говорю, что мы ее раскопали. А что такое раскопки ее? А погоди, а вот это Арсенал. Про Арсенал ты не сказал. А, кому что? Ну уж, извините. Такое у меня повреждение психики. Будьте снисходительны. Ну, из Арсенала могу сказать, что мы зафиксировали скопление, прежде всего, стационарно лежащих наконечников стрел, в токи и дротики. А в ток – это тылье древкового оружия, неважно, копья, дротики, алибарды. Вот сзади это оформлялось в виде такого конического острия. Большое количество странного вида металлических пластин и два нащечника. Причем нащечники хорошо находящиеся в полной параллели с Арсеналом, ну, скажем так, с сокровищницей храма Окса. Это в Таджикистане. Полная аналогия. Только там из бронзы, здесь железная. Мы не ожидали вообще встретить… Собственно, нащечник вообще – это до такого времени, а это, наверное, первая половина III века до нашей эры. То есть, перед нами действительно появились образцы защитного вооружения, которые только детали мы могли когда-то только предполагать. Ну, и большое количество металлических пластин. Я лично до сих пор считаю, что это фактически такие вот аналоги тех самых… Если вот кто-нибудь видел доспех Филиппа II, то есть, отца Александра… Это которые звергины, якобы Филиппа. Да. Вот эти вот крупные, то есть, это еще домускульные доспехи, которые распространились как раз с III века, когда перед нами керасы такие характерные, эллинистические. Они вот выглядят в виде таких вот пластин с характерными следами крепления. Возможно, что перед нами есть следы этого доспеха. Дело в том, что железо это еще не чистилось. Как выглядело… Надо посмотреть. Я бы с удовольствием поучаствовал. Я в доспехах что-то понимаю. У нас кого-то просим, а? Надо же смотреть. Так точно. Надо понять, что сама крепость выглядела следующим образом. Это две стены с внутренним коридором, с вынесенными крупными башнями, высота башен по скромным оценкам достигала. Вот если вы хотите представить, как она выглядела, ездите на русские крепости Псковщины. По фактуре камня, по манере кладки, по мощности башен, конечно, стены слабее. Но у Зондаря никуда как сильнее. Они достигают 9,5 метров толщиной. Толщиной. А это против кого они такое устроили-то? Забавный вопрос. Такое ощущение, что империя просто напряглась, потому что надо было… Потому, что мы так привыкли, мы всегда так делали. То есть, у нас стена 3,5 метра, 3,5 метра. Здесь вообще она забутованная. И здесь вот этот военный коридор. Она двухэтажная. Вся она с бойницами. И через определенные расстояния идут гигантские башни. То есть, некоторые башни до сих пор… Даже страшно к ним подступиться. То есть, мы понимаем, что она сейчас… Условно говоря, ты стоишь у подножья, она метров 4-5 в развале. То есть, понимаешь, что это осыпи. Метров 15. Ну, 15 вряд ли. Думаю, метров 6 высотой они были. 6-7. Но надо понять, что вот Порховскую крепость, посмотрите, она сильно меньше. Это очень грандиозное сооружение с сигнальными огнями. Там они перекрывают ущелье, чтобы нельзя было перейти. Они топографически вписаны так, чтобы никак нельзя было обойти. И вокруг идут вот эти отрезки стен. Фактически люди служили и отправляли людей нести гарнизон. Умное слово вспомнил. Синтагма – 256 человек. Ух ты. Это тактическое звено нише македонской фаланги. Но там не стоит ожидать, конечно, фалангитов, потому что это всё-таки, наверное, что-то ближе к пилтастам. Нет, ну понятно. Но всё равно по численности, я так понимаю, что какая-то у них условная рота получается. Да. Потому что такую территорию… И надо понять, что надо искать ещё. Это, наверное… Да, это погранзастава. Но есть где-то погранотряд. Потому что он, скорее всего, в долине. И мы же понимаем, где, наверное, это стоит искать. Но там стоит огромный памятник, и у него высота культурных отложений тоже составляет, дай Боже. Копать – это почти нереально. В этом уникальность. И ещё и опасность. Потому что, как только узнали о вот таком вот археологическом памятнике, из России, из Европейщины поехали любители погранич. Детеканного поиска. Детеканного поиска. Да. Детеканного поиска. Да. Надо сказать, что мы сразу зафиксировали… Причём наши… Те, кто нам помогают, местные товарищи. Ну, обычные жители сельские, которые реально участвуют со всей любовью к этому делу. Они зафиксировали людей, ловили. Опасно, что приезжали и люди из Европейщины, их махали удостоверениями. Вот. По информации нашей, много было из Новосибирска господ любителей, которых надо отстреливать, как бешеных собак. Это очень нетолерантная фраза, я понимаю. Вот. Перед нами колоссальный открытый музей. То есть, музей под открытым небом. Копать его очень опасно и тяжело. Потому что каждый день приходится поднимать воду, еду. Там нет ни света, как вы понимаете, ничего нет. Вообще ничего нет. А нет воды главное. Это дрова, вода, еда. И мы построили там свой лагерь, свой город, в котором работает от 25 до 35-40 человек. Всех их надо снабжать. И два года это было очень тяжело. Бюджет составлял 22 тысячи долларов. Только которые мы могли собрать. Потому что всем надо платить. Это самолеты, это машины. Их надо снаряжать. Это очень... Я лично считаю, что в нашей отечественной археологии это один из самых топовых памятников. Потому что он сразу ответил на вопрос, а где граница? О денежном обращении. О комплексе вооружения. О комплексе керамики. О фортификации. О вообще таком явлении, как пограничная фортификация. Эпохи эллинизма так далеко от метрополии, грубо говоря. Даже вот эти вещи, которые мы сейчас получили на сегодняшний день, это вещи, которые разруливают вопросы в науке, которые существовали по 100-150 лет. Это на самом деле крайне редкий случай такой. Потому что вот в своё время, как у нас была на Готланде битва на Висби, при Висби, которая стала школой фактически исторического оружевидения мирового. Ну, по крайней мере, средневекового уж точно. Так вот, например, вот этот памятник, он, конечно, не только про военную историю, но вообще про историю. Потому что он чистый, законсервированный, богат. Это же редкость большая в археологии. Потому что, как правило, памятник он что? Сверху что-нибудь построили, да, американцы уронили бомбу. Сверху это всё починили. Тут выкопали сортир. Потом через всё это как в гнёзда проложили мост. А вот теперь копайте. Мы ходим по цитадели сейчас, как вот в Помпею ходят. Потому что мы ещё и проводим реконструкцию. То есть, мы фактически докладываем стены для того, чтобы, ну, так как, понятное дело, цементного раствора не было тогда. Всё обваливалось. Да. Мы укрепляем, выстраиваем сейчас по цитадели можно просто гулять. Вот просто гулять, как вот по типичным эллинистическим памятникам. При этом, в отличие от памятников при Черноморье, где действительно вот так вот много одно на другом, там единая планировка, единый замысел. Ну, просто ты ходишь так, как оно задумалось. Но главное, они же ещё, эти люди, которые это строили, умудрились выкопать, выколотить в скале цистерну. Но это не цистерна. Мы считаем это воинским складом фактически. Глубина его 4 метра, длина 9 на метров на 5 метров. В скале вырубленная, вот такая вот, отёсанная. С желобами там стояли деревянные подпорки. Внизу сеть сточных канав. Везде было зафиксировано дерево. Всё это было обшито свинцом. Это что такое? Бассейн? Это... Резервуар с водой? На эту тему уже идут масса споров. Мы лично считаем, что это нормально гидро... Понятное дело... Вы представляете, вот 9 метров, 5 метров, 4 метра стоят... Всё это... В скале вырублены пазы для столбов. Внизу пазы для брёвен. Всё это обито свинцом. Вся крепость в свинце вот в этих листах тяжеленных. Но вообще свинец часто использовался... Они не понимали же его вредные свойства. Часто для водостойных... Для сточных канав. Для каких-то отделочных материалов, крыш. Но... Мы считаем, что это... А он стоит прямо посередине цитадели. Там было два таких скальных комплекса. Один скальный комплекс с двумя такими гигантскими подвалами. И вот этот свинец весь фактически он предотвращал от грызунов. Он был полностью на битомной основе. Весь пол перекрыт и все стены. Вы представляете, сколько свинца? Ну... Ужас. Ужас. И... Все это еще и к тому же имело колодец внутри для сбора сточных вод. С характерными пазами для колонн. Где, по всей видимости, остаточную воду, которая протекала, изолировали. Там могла храниться вода в качестве льда. Там могли храниться продукты питания. Для того, что если гарнизон окажется в осаде. А он оказывался в осаде. И его штурмовали. Потому, что в прошлом году мы нашли следы не просто штурма. Мы нашли место боя. Где только на участке 20 на 20 метров мы нашли более 350 наконечников стрел, битых друг в друга со стен склавной крепости. Мы нашли момент... Причем видно было, что была контратака. Потому, что мы нашли дротики с помятыми кончиками. Мы нашли что-то в районе 15 втоков и 6 дротиков. Мы нашли фрагменты копья. И я просто боюсь еще думать, сколько там ядер прощи. Потому, что мы нашли складское помещение с ядерами прощи, которое как оставили, так и лежит в башне. Какой материал? Свинцовый? Оловянный? Каменный? Вообще для Средней Азии характерно необожженная глина. Но здесь это было бессмысленно, так как была куча камней, которые они просто обрабатывали в очень грубой форме. Но они были все примерно одинакового веса и размера. Этого было достаточно. Мы зафиксировали следы применения метательных орудий. Потому, что мы не просто нашли башню, которую там снесли. Мы нашли огромные ядра заготовки. Ну, вот этот размером, я не знаю, весом, наверное, килограмм на семь. Вот такая вот... То есть, да, каких-то больших аркбаллистов. Аркбаллистов, которые по всей видимости стояли на угловых башнях. И мы даже примерно представляем, куда велся огонь. Потому, что зона наступления кочевых, а те самые противники кочевые, которые должны были снести Бактрию, мы примерно знаем, где они жили. Они кочевали от Оренбурга до Приоралия. Наши пацанчики. Наши. Да, вот эти наши, они как раз-таки потом, возможно, снесли всю эту крепость. Потому, что мы зафиксировали в проходе огромный пролом. Все это завалилось. Пожарище. И самое главное, как хорошо на нашем памятнике. В слое пожарища лежит монета. Там везде все слои датированы монетами. Монета последнего греко-бактрийского царя. Алис Гуд. Так его звали? Нет, его звали Явкратит. Я думаю, интересно. Тоже вроде, судя по имени Алис Гуд, тоже из наших. Перед нами довольно тяжелая экспедиция. Она происходит каждый год. С финансированием, конечно, беда. Ну, потому что сейчас стали помогать и помогают. И мы надеемся, что эта помощь не кончится. Но для российской миссии показать мир, в котором соединился Восток и Запад, показать альтернативную возможность сосуществования, а не обязательно колониализм. А ведь в этом и есть миссия России. Зачастую. Вот мы в Среднюю Азию, да, на Кавказе мы, конечно, отожгли. Но в Средней Азии мы довольно ничего. Так на 300% подняли уровень экономики, создали им письменность. С ту самую, язык. Создали государственность ту самую. И тот самый великий восточный русский стиль. И возможность проникновения местного в эпоху Советского уже Союза. Россия, она как-то могла вбирать. В Средней Азии получилось. Мы вообще дошли до Тихого океана не только огнем и мечем. Мы бы огнем и мечем не дошли до Тихого океана. Если бы делали это только огнем и мечем. Ну, просто потому, что что такое Россия времён Ивана Грозного. Ну, конечно, эта региональная держава была серьёзнейшая. Но она же из региональной превратилась в универсальную евразийскую. Это невозможно было сделать огнем и мечем при таких ресурсах. Вот поэтому, когда нам навязывают определённые картины. А долгое время навязывалась картина. Ну, немецкая артистерография говорила о селевкидах, о эллианизме так. Они говорили, что это такой этнофашизм. На каких основаниях? На основании письменных источников, которые они приводили изборочно. Замечательно? Немецкая историография описывала ситуацию с эллинизмом как этнофашизм. Интересно, с израильской историографией получилось. Там тоже люди много занимались этим. Они это называли хапартеид. Хапартеид? Ага. Забавно? То есть, вроде бы политика-то далеко. А вот как-то интерпретации очень тяготеют. Нет. Политика никогда не далеко. Это всё иллюзии. Как у нас по этому поводу ещё Ленин со Сталином писали, что не бывает, по крайней мере, общественной политики не классовой. Она всегда классовая. Бог его знает, может, математика бывает вне классовой. Я не очень в математике понимаю. А вот в общественных науках я всё-таки кое-что понимаю и знаю точно, что все они, конечно же, классовые. И если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой со всей неизбежностью. И вот если российско-историческая миссия, в частности, которая работает, она сможет просто показать симбиоз культур, который был. Вышла великолепная книга Балахванцева, которая опровергает вот эти вот картины сейчас. Как называется книжка? Это ранняя политическая история Парфян. Великолепная, которая затрагивает и селивкидов, и всю историю восточного эллинизма, где он на фактах разбирает ошибочность этих построений, где он показывает, что был симбиоз, что политический симбиоз был, что не было никакого ахапартеида. Кто-то скажет, ну, вам, русским, это выгодно. Давайте теперь просто возьмём факты. А археология даёт такие факты. Поэтому экспедиция Узундара – это не просто археологическая экспедиция удовлетворения собственного любопытства за свой счёт. Это не совсем так. Думаю, пройдут годы, и люди оценят, что эллинизм, как явление. Для нас, в частности, для россиян, не люблю это слово, для бывших советских людей или настоящих советских людей, это место, где надо присматриваться, потому что там было много предтечи того, чем потом стала русская цивилизация. И мы не только у татар всё взяли, мы ещё взяли и у Византии. А Византию многое взяла. Естественно. Из вот этой традиции. В отличие от более таких радикальных, жёстких, то, что характерно для англосаксонского мира. Вот так вот. И поэтому, когда мы вроде копаем, люди какие-то дураки ездят на машинах, рискуют, переворачиваются, тратят свои деньги, кирками машут в жару, в холод, гонят машины из России каждый год туда и обратно, везут оборудование, чтобы там работать, проблемы с деньгами, какие-то межгосударственные проблемы могут возникать. Ну, в силу того, что мы всё-таки иностранная экспедиция, там надо как-то улаживать какие-то юридические моменты обычные. Но, если присмотреться, то, по большому счёту, перед нами всё-таки некий скачок такой в прошлое, который нам аукнется в будущем. Мы не первые, кто пытались соединить Восток с Западом, а не стравливать его. До нас это уже было. Они считали, что равенство всех людей на Земле – учение гомонои. Они создали выдающуюся культуру, до сих пор которой мы пользуемся. И именно материальное воплощение этой культуры есть для нас доказательство того, что всё это не сказки. Конечно, не сказки. Мне со школы было всегда очень интересно, в силу того, что я военную историю уже в школе любил. Было очень интересно, как чувствовал себя какой-нибудь участник Великого похода Александра, который там с пикой прошагал из лица в лохорку, условно говоря. И кто же были эти люди? Они же, в общем, как все люди полюсной культуры, были крайне ограничены в своих географических представлениях, в своём культурном мире, потому что полюс – это мир. Урбис – это урбис, как говорили римляне. А тут он… Да, там всё, конечно, было в Греции, прямо скажем, было на что посмотреть, никуда не уезжая уж к тому-то времени. Но когда эти парни оказались где-нибудь там после Гранника, после битвы при Граннике, оказались просто в ставке царя Дария, и где у них одних царских шмоток, извините, там было на 10 тысяч талантов, в то время как казна какой-нибудь Афин – это там полторы тысячи талантов. А тут только одежд на такую сумму. Что? Просто чувствовал этот парень, который ничего вообще не видел кроме своего полюса, и там ещё 50 км в сторону какая-нибудь деревенька, где он овец пасёт. Тут его забрили лоб, дали ему пику, научили маршировать, отправили на войну. И там он просто увидел мир вообще другой, который неизмеримо больше, грандиозно богаче, чем греческий мир, грандиозно многолюднее. Ну, что такое-то Греция? Ну, там же мало народа живёт. Ну, фактически. А тут тебе и такой язык, и этакий язык. Тут тебе и кочевники есть, тут тебе и оседлые земледельцы. Тут какие-то города просто немыслимых размеров эти города. Какое-то богатство совершенно адское. Я представляю себе, что эти люди испытали на самом низовом уровне. Я уж молчу о том, что Александр Македонский сам испытал. Когда ему в 20... Он был очень отмороженный, в хорошем смысле слова, на всю голову. Ну, когда ему в 22 года в Египте сообщили, что ты бог на самом деле. Да. Что с молодым человеком произошло. Ты думаешь, ты царь? Нет. У нас цари не правят. У нас только бог имеет право править. Ты нас завоевал, теперь ты бог. Все. Понятно, что они не могли это все поглотить. Они могли только синтезироваться с данным пластом, который был просто мощнее одной Греции в сотни раз. Дело в том, что Александр, когда все это начинал, он ведь... Концепция Филиппа была очень простая. Мы сейчас накажем, отвоюем греческие города, которые были подчинены персами, и как бы получим сатисфакцию. Он был реально отмороженный. Он решил, нет, весь мир будет единым государством. Мы потом переженим всех, потом я создам новую одежду для всего человечества. Он же ведь... Греки его обвиняли, что он там в персидской оделся. Нет. Он просто создавал новую, синтезированную одежду. Мы тут... А потом надо понять, что это еще домонантеистические религии, в том смысле, как религии книги, которые мы... Поэтому все боги, как бы, со всеми надо взаимодействовать, со всеми надо разговаривать. Ну, правда, с Растрицем не повезло. Не надо вот кости очищать было при Александре. Ему что-то это очень... Собакам отдавать. Ему это очень не понравилось. Он... Ну, ничего. Этот... Казус бывал. А тут... Вот все это многообразие богов, верований, философий, культур, тысячелетней традиции. Он во все это попал. Ну, конечно, крыша немножко от... Ну, он оставался до конца героем. Разумеется. Это удивительный человек, конечно. Потому что это был... Ну, по крайней мере, в данном регионе это был первый человек именно универсального мышления, который просто допер, как потом через много-много веков Чингисхан, что если все это не объединить, они так и будут драться до бесконечности. И все будут разваливать раз за разом. Поэтому нужно убить всех плохих, чтобы жили все хорошие. И когда не останется больше врагов, наступит мир. А ты знаешь, вот наследие среднеазиатских народов, с которыми общаюсь, моих товарищей, друзей... Вот в обычных кишлаках все время сталкиваешься. Искандер, Зу Карнань. Да. Вот что-то про Чингисхана... Ну, Тимур, да, он крутой, конечно, он вообще много. Но вот мост Искандера, кишлак Македон. То есть, все время сталкиваешься с таким проявлением в народе, в культуре. Взять все вот эти вот персидские, иранские... Искандер, Зуль Карнань, кто не понимает, это Александр Арагатый, значит. Ну, шлем у него такой был. И когда мы все вот это вот... Понимаем, что поколение прошли, а люди до сих пор. Мы македонцы. Что, его видят в голубые глаза? Мы македонцы. Да что ж вы такое, ребят? Ну, чего же вам так этот Александр? Ну, жил он в четвертом веке-то, да бог с ним. Хватит уже. До сих пор вот. Что на Кавказе? Что здесь? Почему-то, несмотря на катастрофу, военную катастрофу, которая случилась, потому что он принес поражение, да два года он воевал там. По плодам делом все на детей их. В народе осталось о нем очень хорошее воспоминание. В целом и общем. Мост 16-го века, да это Александр построил. Реально стоит мост 16-го века. Мост Александра. Никого не смущает. Как кто еще мог такое построить? Да нет, ну конечно, какие еще могут быть варианты. Ну вот, поэтому, когда ты говоришь, что уже даже мы копаем сразу после него, его полководец Селевка, его сын Антиох, а все равно вот это вот веяние. Ты понимаешь, пришли люди. Они есть по-другому стали. Все стало по-другому. Ванны поставили. В крепости. Три штуки ванны найдены. Купаются. Рядом еще одна крепость Курганзол. Целая ванна стоит. Купаться стали. В ваннах. Да что ж вы такое, принесли сюда все. И понятно, что здесь были не только греки, скорее всего. Вот этот симбиоз был. То есть, это была такая революция. Я даже не знаю, мы опять же живем, что у нас Талибан, ИГИЛ, да, взрывают, да? Да. Это пипец. Не, ну конечно, спасать нужно все, разумеется. Потому, что эти-то ребята, вот тут-то как раз все в порядке с этнофашизмом и хапартеидом. Эти ребята, это же даже не настоящий по большому счету ислам, это ислам, тренированный современными фашистами. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Он к традиционному исламу никакого отношения не имеет, потому, что вообще ислам в своем начале это была одна из самых вообще толерантных ко всем окружающим религии. Ну, да, мусульмане резали, без вопросов. Но они в первую очередь резали своих. Ну, достаточно сказать, что 9 века ислам – это все-таки вся античная традиция, которую мы сейчас знаем, сохранена в основном благодаря исламскому ренессансу. Он был первее, чем европейский ренессанс. А он базировался в том числе… На эллинизме он базировался. На эллинизме. Это потрясающе все. Ну, мне кажется, я немножко сумбурно, но я просто не готов был сегодня вот так о Бузундаре, но, тем не менее, спасибо тебе, что ты спросил. Нет, это мне было очень интересно. Я уже год пытался с тобой об этом поговорить, потому что из первых рук больше не у кого спросить. Я знаю, что там идут такие раскопки. Более того, мы это Меликому и с тобой, и с Негорой обсуждали раза три за предыдущие годы. Ну, я не показывал какие-то картинки интересные оттуда, но я просто не понимал общего контекста, что происходит. Теперь стало гораздо яснее. Надеюсь, вам тоже стало гораздо яснее. Это мы сейчас живем фактически в эпоху великих археологических открытий. Это как в свое время пришли, мы не раскопали трое, лучше бы, конечно, не раскапывали. Но, тем не менее, как в свое время открыли великую русскую, раннюю русскую цивилизацию в Гнездово, в Смоленске, в Чернигове, в Шестовицах, в Ярославле, в Тимирево, вот мы примерно сейчас живем в этот момент. Вы ловите, между прочим, это очень редкий в истории случай. Вот так вот. Ну, да. Спасибо большое. У вас прямо работа какая-то самоотверженная, невероятно делать и вещи. Негора, тебе тоже огромное наше пролетарское спасибо. Что? Обращайтесь, чем сможем помочь, обязательно поможем. Памятник у Зондора был открыт академиком Академии наук Республики Узбекистан Эдвардом Васильевичем Артвиладзе, выдающимся исследователем. И именно с его разрешения и приглашения наша миссия попыталась сначала его заново найти, а потом наладить полномасштабные раскопки. Конечно, участие узбекской стороны для нас является очень важным. Академия Академия